Сувениры рядом тут с отелем. Вон этот отель дорогущий, в котором шейхи проживают. Вот. Очень жаль, что экскурсию по Сочи парку, которую в октябре я снимала, очень мало посмотрела людей. А на самом деле очень парень интересно рассказывал. Он не гид, он просто водитель вот этого маленького, не знаю, как он называется, автомобильчик открытый. Вот. И он рассказывал просто вот, ну, своими словами, но очень интересно. Вот тут вот храм строится. И он рассказывал не как гиды рассказывают, а вот прям по жизни. Очень понравилась мне экскурсия. Кому интересно, посмотрите. Вон там он, видите, между домами, вот этот олимпийский огонь, где фонтаны-то вот эти цветные. Ну, а чё, я иду назад домой. Ну, это невозможно. Куда ехать? Это мне же в Сочи ехать надо. В такую погоду. Всё толку я вышла. Тут, знаете, и дождь, этот зонтик, вон, я смотрю, людей не спасает нифига. То град, то вот это вот проливенное. У меня только ботинки высохли. Ну и что? И вот я. И вся насквозь мокрая. Да, в такую погоду надо сидеть дома. Ну, очень жалко. Хочется погулять и не просто, знаете, сесть на такси, доехать до ЖД вокзала, там сесть на электричку. Вот это хочется погулять. А не получается. Верба. Смотрите, какая. Хе-хе. Ой, такое всё красивое. Яркое. Такое красочное. Но всё ужасно мокрое. Ну, прям вот тут такие вот три улицы. И вот такие все симпатичные такие дома. Ирочка, ещё раз вышла. И опять попала под град. И опять вся мокрая. Ой. Ну что, я опять вернулась домой. Опять все ноги мокрые. Всё. Пойду сейчас в магазин. Куплю чего-нибудь вкусненького. Поем. И всё-таки лягу-полежу. Не выспалась я сегодня. Ну, а чё раз такая погода. Куда? Вот он перестаёт, и тут же опять. Что же за дерево, а? Посмотрите, какие шишки у него. Ой, вообще. Обалдеть. Ой, какое дерево. Интересно, вот она. Вот эта шишка вырастет из неё дерево. Ой, обалденная. Вы посмотрите. У него и ствол такой. Он такой колюченький. Вот такого я ещё не видела. Ну что, я вечером в темноте шишку оторву. Сейчас неудобно. Петухи орут где-то у соседей. Ну, а посмотрите, красавцы-то какие. Здоровые. Тут есть зонтики в отеле. Ну, зонтики-то зонтиками, а ноги-то мокрые. Я только выздоравливать начала. Ну, в общем, короче, это не выход, конечно. Надо посмотреть, какая завтра будет погода. Значок в купальниках и в трусах не входить. Прям сейчас особенно по нонишней погоде в самый раз. Ну что, мои дорогие, так и льёт. Ой, неужели завтра будет такая погода? Ну, сегодня день пропал просто. Пропал. Время-то второй час дня. Ну, я уже два раза пыталась выходить, и в результате только мокрая. Гляньте, льёт, как слышно прям. Ну, ну, а что делать? Межсезонье. Никуда не денешься. Сижу себе вот на кроватке и разглядываю. Вот, Абрис, вот этот отель. Вот. Не знаю, как хотите, считайте. Реклама, не реклама. Ну, никто мне за это деньги не платит. За рекламу. Просто мне... Я же люблю поделиться тем, что мне нравится. В общем, короче говоря, отель-то хороший, но не второй корпус, в котором живу я. Потому что, сами видите, у меня окно выходит на стену другого отеля. Ну, вот. Ну, вот. Номера. Ну, простые, но обычные чё. Чистенькие, симпатичные. Вот никаких нет у меня претензий. Бельё белоснежное. Это мои сопливые салфетки. Опять у меня насморк начался. Ну, я так и думала, потому что два раза промокла за день. Ресторан. Это атмосферное заведение, расположенное на первом этаже отеля Абрис с выходом на просторную террасу и панорамным видом на горы и Олимпийский парк. Хочу сказать, никакого там панорамного вида нет, потому что первый этаж. Ну, такое приятное местечко. Терраса просторная, да. Так. Ну, тут экскурсии. Вот это всё. Это рядом. Ну, а экскурсии, конечно, куда? Роза Хутор, в Сочи, Мацеста, гора Ахун, Огурские водопады, в Дендраре, Ривьера, в общем, Красная Поляна. Вот. Ну, и вот. Вот сам вот Сочи парк, видите? И вот отель. Ну, видели вы, я на видео снимала, пять минут до моря идти. И то, это я, как я хожу. Рядом, прямо вот видно, за деревьями тут. Вот так что, вот это вот адрес. Девчонки, за трое суток с меня взяли 6300. 6300, по-моему, сейчас посмотрю. Нет, 6480. Вот. Но это завтрак входит. Нормальная цена, абсолютно. Вот. Так что, место хорошее. Самое главное, до моря рядом. И кому интересен, вот, Сочи парк. Это просто замечательно. Вообще, тут вокруг так домики, такие хорошие, ну, частные. Ну, вы все видите, я все снимаю. Вот. Так что, прям рекомендую. Но, да, вот, надо смотреть, чтобы не попасть. Мы-то как-то не застряли на этом абсолютно, внимание. Костя просто взял первый этаж, и, чтобы мне, ну, не ходить высоко. Вот. И вот вид из окна вот эдакой, на стену. Ну, и то я как-то, я вон выйду покурить, вот у меня и видно все. Вот. А так, конечно, надо смотреть, какой вид из окна, узнавать, если вам это нужно. Мне-то вот на три дня, я все равно болтаюсь на улице, и сегодня бы болталась целый день, если бы не погода такая. Ну, не повезло. Не повезло. Сейчас, кстати, посмотрю завтра, что за погода будет. Мои вы дорогие, завтра плюс восемь, и солнышко, а послезавтра плюс одиннадцать, и солнышко. Так что, ладно уже. Ну, пропал сегодня день, ну, и, собственно говоря, ладно, я немножко хоть, ноги мои отдохнут, от этих переходов, болтаний между небом и землей. Так что, вот такие вот дела. А еще в аэропорту вот такую замечательную, ну, там лежат бесплатно, с недвижимостью, в Сочи. всякая вот эта красота. Ой, мои золотые, спасибо вам огромное за ваши комментарии, что вы пишете. Вот, вам отдохнуть там хорошо. Да, девчонки, я ж не отдыхать, сюда приехала. Птички мои. Я приехала работать, снимать. Ну, и к Ирине в гости, вот никак не получается. я надеюсь, завтра я все-таки доеду к ней в Сочи и увидимся. Ну, не могу, правда, ехать, у меня куртка насквозь мокрая. Второй раз вышел на улицу, обувь вся насквозь мокрая опять. Ну, боюсь заболеть, ну, правда. Ну, что делать-то, ну, ничего, еще у меня два дня впереди. Увидимся. Вот, так что, рыбки мои, я не отдыхать. Я езжу работать. Правда, работа почему-то денег не приносит совсем. Вот, за месяц я заработала две восемьсот. Это что, зарплата? Я вот стараюсь, стараюсь снимать, снимать, мотаюсь везде, ну, что-то никак у меня не получается. Смотрят мало, видимо, людям я неинтересна. Вот, все тут места, всякое разное. Ну, понятно, элитная недвижимость, она и стоит элитно. Что там говорить-то, да? Апартаменты, Эмилия Голд. Ну, апартаменты, это вообще не выход покупать. Покупать надо квартиру, апартаменты, это так. Там не прописывают. это уж кому, наверное, просто деньги лишние есть, вкладывать куда-то. Но все равно красиво, конечно. Красиво. но, как оказалось, мне совсем не нужно. Ой, какой. Ой, какой. Красавец. Вот, а нужна мне только вот эта картинка. Вот ее я с собой и заберу. какой ангел, охраняющий город. Очень красивая картина. Ну, что, зайки мои, а я буду прощаться на этом. Снимать нечего. Я все хотела поспать с утра, потому что не выспалась ночью. Пусть сейчас время совсем не для сна, но, как в детском саду. Поспать после обеда. Делать все равно нечего. Вот. Так что, мои дорогие, ну, не удался день, не удался, ну, что поделаешь. Ладно, будем надеяться на завтра. Так что, пока, пока, мои дорогие, я вас целую, обнимаю. А я сейчас буду смотреть Ларису Табашникову. У нее там вышли видео новые. Может, посплю. Под такой дождик, который идет на улице, самое вот, самый такой кайф поспать. А если погода будет вечером хорошая, я, может, схожу, поснимаю вот эти все светящиеся объекты. в Олимпийском парке. Ну, посмотрим, что будет. Видите, как загадывать-то. Загадала, говорит, бабка с вечера, встала, делать нечем. Все, ладно, мои золотые, пока-пока. Редактор субтитров, а нечем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»